Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре нож от компании Benchmade модель 556 мини-гриптилиан в розовом цвете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сразу же бросается в глаза необычный розовый цвет. Почему такой? Почему не какой-нибудь другой? Ну, во-первых, гриптилианы бывают разных цветов и на сайте есть кастомизация. Это раз. Во-вторых, черный цвет традиционный есть уже у многих. Почему бы не сделать другой розовый? А это прямой путь, скажем так, к охвату женской аудитории. Как правило, нож ассоциируется с мужчиной и так сразу на ум и не приходит лично мне вспомнить какую-нибудь девушку или женщину, которая прямо сильно в ножевой тематике. Да, скажем так. Я общаюсь уже и увлекаюсь ножами, наверное, лет 10 и общаюсь с многими людьми на эту тему. И в своей жизни могу, наверное, по пальцам одной руки пересчитать тех девушек и женщин, которые на самом деле очень интересуются ножами. Они у них разбираются, они у них есть, они ими пользуются и так далее. Я имею в виду ножи не кухонного профиля. И вот, возможно, на таких есть расчет вот этого розового мини-гриппа. Другой вопрос, что, например, есть аудитория мужчин, которые увлекаются ножами. И они, дабы не то, чтобы увлечь свою вторую половинку, а просто очень ценяя этот предмет, хотят не то, чтобы приобщить, а просто подарить и сделать приятное и женщине, и себе в том числе то, что ты понимаешь, что у твоей женщины, которой ты даришь что-то, будет хороший нож. Вот. Может быть, он ей вообще не нужен будет в жизни. Может, он пролежит все его время на полке, на дне сумочки и так далее. Но сама суть, то, что он у нее будет, это будет греть наши с вами души. Вот. Как бы литмотив, мне кажется, именно таков. Потому что мужчина, покупающий розовый нож, ну, вряд ли такой найдется. Ну, если только не в коллекцию, потому что, действительно, бывают, есть люди, которые, они коллекционируют гриптилианы большие и маленькие. Разных цветов, разных стали и так далее. Разных модификаций. И их, на самом деле, достаточное множество. Я имею в виду ножей. Ну, давайте будем уже смотреть на наш нож. Да. То есть, здесь уже традиционный гриптилиан в мини-варианте. Чем же он примечателен? Розовый цвет. Рукоять у нас традиционный пластик Noreal GTX. Очень приятного финиша. Такой, я бы, ну, не то чтобы софт-тач, но приятно все равно касается. Такой очень классненький. Рифления традиционно злые, как на гриппе, на большом старшем братья его. Здесь рифления помельче такие, по убористей. Отверстие под темляк присутствует в правильном месте. Это круто. Клипса у нас двухпозиционная, стандартненькая, вот такая идет, с написью Benchmade. Метизы черные. Нож, точнее, его половинки. С одной стороны у нас метизами скреплены, с другой вот эти два всего лишь. Плюс осевой винт. Если мы посмотрим, вот он так реализован. Плохо фоксируется, да. Замок традиционный, аксис-лок. Механика просто супер космическая. Очень классно все плавно работает. Этот нож, это мой подарок моей жене. На тот момент еще она не была ею. Вот, это как раз тот случай, когда нож у нее есть, но за несколько лет обладания этим ножом она им пользовалась считанное число раз. И то это было, ну, наверное, на выездах на природу, да, какую-то такую, там, порезать, отрезать кусочек мяса или еще что-то там. Никаких других действий вообще не выполнялось. И его ей хватает просто за глаза. А так, в основном, он, конечно же, лежит, там, я не знаю, в прикроватной тумбочке. Вот, это что касаемо такого кейса использования его. Ну, возвращаемся к нашему экземпляру. Рукояточка все равно плотная. Хотя габариты наши, давайте сразу приложим. Оригинальный гриб. И увидим, насколько он больше. Вот, да, это его старший брат, скажем так. Вот, то есть он ощутимо больше, но все пропорции выдержаны, да, на уровне. Сталь на клинке стоит 154,7 подшипниковая. Механика, повторюсь, супер. Давайте смотреть здесь. У нас на лицевой стороне традиционно все для бенчей. Номер 556, сантинчик. Здесь сантин более мелкий, я бы сказал, подводы. В целом, можно сказать, относительно ровные. Хотя, друг с другом они отличаются. Но на протяжении всей длины, конечно, ровные. Традиционный фальшик. Сведение. Нож, кстати, сведен достаточно тонко. 0,4-0,5 мм в разных частях. Он немножко так разнится. Ну, или штангель у меня такой. То есть, в принципе, порезу очень приятный рез. В принципе, режет все. Давайте попробуем что-нибудь отрезать. Вот, например, у меня есть чепрак. Как он режет чепрачок наш. Вот так вот мы его. В принципе, легко настругиваем на такие полосочки. Вообще без проблем. Срез аккуратный. Нож идет прямо. Плавненько. Единственное, что вот когда доходит до вот этого утолщения, спуски клина. Когда заканчивается, простите. Тогда немножко съезд такой идет. Вот. И нож немножко уводит. Это связано с тем, что спуски от половины, если были бы от обуха, то таких проблем бы не было. Но это все нюанс. Именно особенность конкретной в геометрии клинка. В общем и целом, нож режет прекрасно, без проблем. То есть, что-либо строгать, это вообще одно удовольствие. Вот так вот все происходит. Кожу он вообще в идеале строгает. Все режет. Что-то еще, если отрезать. Допустим, есть у нас паракордик. Это все без проблем. Отрезается на раз. Вот. Все это нож делает без проблем. Другой вопрос. В женских руках нужно ли все это? Ну, наверное, нет, конечно, не нужно. По продуктам, как он режет. Понятно, что продукты для него вообще никаким препятствием не являются. Другой вопрос габаритов. Длина клинка 7,4 сантиметра. А это значит, что полноценный нарезочник хлеба из него не получится. Или полноценный нарезочник колбасы. Если, конечно, мы не смотрим на охотничьи, колбаски, сосиски, что-то такое. То есть, это такой и десишничек. Но никак не полевой кухонник и не что-то такое похожее. Тут надо сразу понимать. То есть, по сути, это получается такой веселый, гламурненький городской десишничек. Понятное дело, что использовать можно где угодно, делать что угодно. Если у вас ничего нет, а он есть, то вы все им в любом случае порежете. Но другой вопрос удобства. Да, это будет менее удобно. Но, опять-таки, повторюсь, смысл этого ножа явно не в этом. А просто в прикольном EDC-наже в классной расцветке. То есть, мини-грипп, будь он не розового цвета, я бы тоже себе, наверное, такой бы хотел. Да, какого-либо другого. Оливкового цвета или оранжевого, возможно, я бы себе и хотел. Другой вопрос. У меня есть большой грипп, давайте сравним. И иметь еще один, наверное, с моей точки зрения, не очень разумно, непрактично. Зачем, если у меня есть вот такой. Собственно, что еще мы не охватили, это посадку на брюки. Посадочка у нас будет вот такая. То есть, глубокой посадки не ждите. Торчать будет, а тем более вот так будет все видно. Ну, другой вопрос, нужно ли его там скрывать. И такой уж он и страшный. Механика. Механика вообще просто. Вот аксис на конкретном экземпляре просто какой-то космический. Вот он сразу. То есть, еще раз. Нож просто в идеале. Под своим собственным весом он играет. Мне дико нравится. Экземпляр действительно очень удачный. В своей жизни я видел еще несколько мини-гриппов. И все они были качественные. Поэтому косяков таких в них я не видел. Модель уже испытанная, объезженная вдоль и поперек. Опускается давно. Давайте мы не посмотрели на оборотную сторону. У нас здесь. Что у нас тут? Что у нас здесь? Ну, ну, фокусируйся. Это 154CM мы видим. Марка Стали. Дизайнер ML Pardew. То есть, ножик классный. Ножик классный. Блин, как подарок любимой девушке, женщине. На мой взгляд, очень хороший. Ну, тем самым радует еще и самого себя. И в этой же, наверное, в таком ценовом сегменте и в такой же фактуре есть нож от, наверное, заклятого друга Бенча и, да, от Спайдерка. Это есть Native 4. Тоже такой весь классный розовый. Но там, как по мне, не прикольно то, что там бэклог в акте все-таки круче. Опять-таки, это мое мнение. Не обязательно совпадет с вашим. Но я лишь констатирую то, что... То, в чем я уверен, скажем так. Вот такой вот интересный нож. Спасибо, что смотрели. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Комментируйте видео. До новых встреч. Вот теперь точно все. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...